Мелон Рич продолжает знакомить вас самыми интересными событиями столицы. Сегодня в отеле Корсун проходит четвертый сезон интеллектуального турнира «Парите с орлами». Даже, как вы видите, присутствует настоящий орел. «Парите с орлами» – турнир благотворительный. Собранные сегодня деньги пойдут в фонд «Линия жизни» на лечение Валерии Яхиной. Шестилетней девочке с врожденным пороком сердца. На операцию требуется более 300 тысяч рублей. Ну что же, мы надеемся, что деньги будут собраны, а пришедшие сюда звезды и представители бизнеса блеснут своими знаниями в истории Древней Греции. Ирина, расскажите, пожалуйста, чему посвящено сегодняшнее мероприятие? Самая главная цель – это объединять успешных людей абсолютно из разных сфер деятельности. То есть, на мой взгляд, сегодня не так много мест и площадок, где люди будут себя комфортно, дружелюбно чувствовать. И мне приятно, что, по словам многих гостей, на нашей площадке люди действительно находят себе друзей, партнеров и не будут скрывать, что даже две свадьбы сыграли. Но это цель. А миссия проекта, чтобы мы объединялись не только для знакомства, а еще объединялись во благо. То есть, мы в каждом сезоне спасаем одного ребеночка. Пусть это одна жизнь, да, для кого-то это мало, а для кого-то это целая жизнь. И я считаю, что любое мероприятие, если оно будет наполнено, да, наполнено благими делами, это только, ну, супер. Мне кажется, тогда каждый из нас будет просто не зря прожитый день. Юрий, а какую роль в своей жизни вы отводите благотворительности? Очень большую. Десять лет назад, 12 апреля, в доме был создан фонд, международный благотворительный фонд Юрия Розума, который основной своей деятельностью взял помощь талантливым детям, музыкально одаренным ребятам. Потому что в России ведь у нас очень много направлений, и очень многие нуждаются. Наталья, сегодняшнее мероприятие посвящено, помимо благотворительности, еще и теме богов. Как хорошо вы знаете историю Древней Греции? Я знаю лучше, чем вы думаете, что я ее знаю. Я сейчас пишу книгу про Олимп. И основной посыл этой книги заключается в том, что помимо того, что мы встречаемся и любим всех людей вокруг, мы очень сильно должны заботиться о себе, о своей безопасности, о своем физическом состоянии, об отношении своих мозгов, сердца и тела. И именно боги Олимпа завещали нам свои вот эти бесценные знания и посылы к человечеству, которые мы забываем, к сожалению. И мне хотелось бы привести греческую мифологию на современный язык 21 века и сделать первый раз книгу, которая будет индивидуальной, мотивирующей человека подниматься. А почему я стою на фоне линии жизни? Потому что у меня сегодня уникальная миссия. Я буду дарить Ирине Прозорине сертификат хранителя ребенка. Он золотой, это значит, что у Иры уже 4 спасенных ребенка. 4 сердца она смогла купить благодаря этим мероприятиям. Это почетная миссия. И так как я посыл линии жизни, мне выпала такая честь поздравить ее сегодня на сцене. И вообще, когда мероприятия помимо красоты и пользы, интеллекта, еще дают возможность совершить добрый поступок, это хорошее мероприятие. Я их всегда буду поддерживать. Огромное человеческое сердце, плюс 4 детских. Это не только твоего ребенка. Это сердца детей, которые сейчас были на небе, а сейчас они будут издевать. Виктория, скажите, пожалуйста, какую часть своей жизни вы посвящаете благотворительности? Благотворительность моя начинается с моих друзей, соседей, близких людей. Потому что они бесконечно просят помощи в той или иной степени. То нужны деньги, то нужно появиться бесплатно где-то спеть, то нужно что-то где-то сказать, то сходить к какому-то начальнику попросить какой-то вакансии или должности. И вот эта жизнь, она не заканчивается. Огромное, уже очень много лет. У меня свои инвалидные фестивали, очень известные, где у меня детки-инвалиды наравне стоят на сцене с здоровыми детьми и участвуют на равных, очень часто побеждают и в танцах, и в песнях. На самом деле огромное. Я не очень люблю на эту тему давать интервью, потому что мы тут поймались с Грибулиной, потому что она бы и не пришла, на нее приходят вообще почти никакие мероприятия, а потом просто только на таких, где реально что-то делается. Огромное. Вот с линии жизни, ну, наверное, штук 5-6 точно мы делали мероприятий совместных. Ну, я готов в разумных количествах, разумеется, жертвовать какие-то деньги, помочь, чем могу и поделиться тем, что не жалко. На самом деле очень важную роль. У меня мама непосредственно занимается этим. Она не только преподает, она образовала внутри детского дома фонд помощи. То есть непосредственно прямую роль к этому в нашей семье отношения имеет. Дмитрий, скажите, пожалуйста, какую роль в своей жизни вы уделяете благотворительности? Ну, ведь 30 лет моей работы на телевидении – это одна сплошная благотворительность. В то время как нормальные люди занимались заработком денег на телевидении, я занимался тем, что пропагандировал ум и образование моему народу. Я считаю, что на этом пути, теряя деньги, я просто инвестировал. Это благотворительная инвестиция в ум народа. Как вы считаете, что важнее – адресная помощь конкретному ребенку или все-таки просто перечислить деньги в фонд, что так распределили понуждающимся детям? Это когда как. По умолчанию просто перечислить фонд. Если, например, это такая благородная штука, как линия жизни, вот этого достаточно. Но если какой-то ребенок нуждается в адресной помощи, то его раздумывать не следует. Первое место занимает стол номер 13. 45 баллов. Второе место занимает у нас стол номер 6. И номер 16. 37,5 баллов. И третье место занимает три стола. Это пятнадцатый, второй и третий. Но третье мы добавили даже за три, за оригинальное, сказать, баллов добавили. Просто люди, вы просто с чувством юмора. Клянусь вам. Четвертый сезон интеллектуальных игр «Парите с орлами» подошел к концу. Нужная сумма на лечение маленькой Леры Яхиной фактически собрана. Что же, будем надеяться, что впереди нас ждет еще не один сезон «Парите с орлами» и не одна спасенная детская жизнь. Что принесет себе новый день, новый полет, с новыми силами. Куда принесет себя новая цель, снова вперед и новый смарт, проверяйтесь. Парите с орлами «Парите с орлами» и взрослые и дети. Парите с орлами «Стрелите всех в победе». Парите с орлами «Разбрасы мы не шире». Парите с орлами «Парите с орлами» и взрослые 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 и взрослые